Христос воскресе! Дорогие друзья, в эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Он излучал свет праведности, говорят об архимандрите Серафиме Тяпочкине, те, кто сподобился видеть этого дивного старца, прибегать к его помощи, следовать его наставлениям. Те, кого Господь сподобил исповедоваться у него и причащаться за литургией, которую, просветленной молитвой, батюшка служил со слезами, прося Господа помочь нуждающимся и обремененным житейскими невзгодами. Очевидцы подвижнической жизни старца свидетельствуют о его кротости, смирении и беспредельной, безоглядной любви к каждому человеку. И как плод любви о Господе к Духовному Отцу, в издательстве «Благочестие» вышло 13-е издание книги, которое находится сегодня на нашей книжной полке. Она называется «Неугасимый свет любви». Белгородский старец-архимандрит Серафим Тяпочкин. Об этой книге далее в нашей программе. Это книга об исповеднике Архимандрите Серафиме Тяпочкине, нашем современнике, пастыре святой жизни, проведшем 14 лет в лагерях и ссылках и явившем нам дивный образец любви Христовой. До последних дней батюшка служил настоятелем Свято-Никольского храма в поселке Ракитное Белгородской области. Он исцелял страждущих, утешал скорбящих, еще при жизни был прославлен Богом, даром чудес и исцелений. О батюшке с благоговением и любовью вспоминают его духовные чадо, священники и архиереи, монахи и миряне, люди самых разных возрастов и званий. И каждое их слово пронизано теплотой и любовью к старцу. Книга снискала всероссийскую известность и стала в 2013 году лауреатом конкурса «Неопалимая Купина» Московской организации Союза писателей России. Автор книги иродиакон Сафроний Макритский в течение девяти лет был духовным чадом отца Серафима. В предисловии он пишет, «Бог есть любовь, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы», возвещает в своем послании апостол любви Иоанн Богослов. «Существуют ли слова, которыми можно описать Божью любовь или Божий свет? И как описать жизнь человека, носителя этого света и любви, на протяжении всей своей жизни, излучавшего их ярко и беспрестанно? Какими словами выразить изумление его поистине смиренной жизнью и молитвенным подвигом? Много лет прошло со дня его праведной кончины. Он живет в сердцах своих духовных чад. Но, отмечает автор, к сожалению, о дорогом батюшке Серафиме, без остатка отдавшем себя служению ближним, мало что известно большинству людей. Появлению данной книги в какой-то мере восполнит этот пробел». Как говорится в книге, отец Серафим с самого детства, буквально с пяти лет, возлюбил храм. С самых ранних лет самоотверженно отдал себя на служение церкви. Он стал воспитанником духовного училища, а затем семинарии. Юноша преуспевал в учении, исполняясь Духа Свята, прославляя свою любовь к Богу. Такая настроенность юноши не осталась без внимания ректора семинарии. Он еще тогда провидел в нем светоча земли нашей. Двадцати шести лет от роду отец Серафим стал священником. Святая Церковь была раздираема различными расколами, движениями, которые претили ее единству. Но молодой пастырь совершал свое служение самоотверженно, испытывая тяготы, лишения, оскорбления. Различные послушания возлагала на отца Серафима священноначалие нашей Церкви. Был он и благочинным, был и настоятелем собора. Но сердце его всегда стремилось к молитвенному уединению. Господь сподобил его послужить Святой Церкви и в иноческом звании. Трудна была его жизнь, но он не отчаялся. Вел настоящую жизнь христианина. Христианина в самом высоком значении этого слова. «Те из нас, — говорит автор, — кто присутствовал хотя бы однажды на его богослужении, когда он совершал божественную Евхаристию, не мог не отметить удивительный его дар молитвы. Когда он предстоял у престола, то переставал быть здесь, на земле. Дух его был горе. Тогда и сам он становился каким-то легким и воздушным. От лица его исходил свет, из глаз лились слезы. Слезы умиления священника, приносящего бескромную жертву. Сомневающиеся или не совсем укрепленные вере поражались, с каким чувством он совершал богослужение. И мне, — свидетельствует отец Сафроний, — приходилось слышать, когда они говорили, тому, чему не верит человек, так молиться невозможно. И действительно эти люди уходили с божественным семенем Христовой истины, зароненным в их душу. Отсидев 14 лет в сталинских лагерях, отец Серафим последние годы с 1961 по 1982 нес свое служение в Свято-Никольском храме поселка Ракитное. С первых дней его пребывания на новом месте к нему потянулись из Днепропетровска и других городов и весей многочисленные почитатели и духовные дети. И число их постоянно возрастало. Здесь в полноте раскрылись благодатные дары мудрого старца, наставника, непрестанного и горячего молитвенника за свою паству. Любовь, которая была преисполнена его сердце, обнимала всех. И те, кто когда-либо соприкасался с ним, ощущали это на себе. Были и благоговейные, ни с чем не сравнимые богослужения, были неповторимые сердечные проповеди, во время которых плакали и отец Серафим, и весь храм. Были исцеления по его святым молитвам, но более всего запомнилась всем его любовь, беспредельная и всепрощающая. Именно эта любовь позволяла отцу Серафиму видеть всего человека насквозь, с его нуждами, скорбями и грехами, и давать ему предельно ясные и спасительные советы. Как отмечает автор, с чувством глубокого сердечного умиления приступил он к изложению своих личных воспоминаний об отце Серафиме с искренним желанием правдиво и благоговейно рассказать обо всем, что видел и слышал, что прочувствовал и испытал в присутствии дорогого батюшки. Воспоминания, пишет отец Сафроний, возгревает любовь к Нему, духовно сближают с Ним, способствует сохранению душевной бодрости и радости о Господе, явившем нам удивительного молитвенника и великого подвижника. Пастырь, которому было свойственно полное самоотвержение ради ближнего, безграничная любовь к несчастным, больным, душевно и интересно страждущим, не зная покоя ни днем, ни ночью, трудился до полного изнеможения и еще при жизни был прославлен Богом даром чудес и исцелений. Батюшка горел божественным огнем ревности ко Господу, но этот огонь не опалял, а просвещал. В лучах, исходящей от него любви, согревались десятки тысяч людей. «Могла ли такая духовная сила любви Христовой исчезнуть с представлением старца?» спрашивает автор и отвечает. «Конечно же, нет. Это могут засвидетельствовать все, кто был на его погребении». В апреле 1982 года от гроба старца исходило чудное благоухание. Чувствовалось, что он умер только телом, а духом пребывает с нами. Что он будет возносить свои молитвы у престола Божия за всех, обращающихся к нему с верой и любовью, по-прежнему изливающиеся на всякого, приходящего к нему. Об этой неумирающей любви почившего старца свидетельствуют те исцеления и те незримые утешения, что совершаются на его могиле. Пройдут годы, а этот светоч божественной любви не погаснет и не потускнеет. Он будет гореть все ярче, освящая путь ко Христу грядущим поколениям пастырей и всякой христианской души. Данное повествование об архимандрите Серафиме прежде всего и по преимуществу документально. Это итог более чем 20-летнего поиска свидетельств о жизни и трудах старца, которые расширились и обогатились благодаря письмам читателей, присланным после выхода первого издания книги в 1998 году. Только за три последующих года она переиздавалась четыре раза, как в России, так и на Украине. Общий тираж составил 100 тысяч экземпляров. Книгу читали насельники Святой горы Афон, православные русские, проживающие в Болгарии, Италии, Польше, Германии, Голландии, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Израиле. И автор также получил отклики от многих людей. Большинство из них никогда не знали отца Серафима лично. Они рассказывали о всевозрастающем почитании угодника Божия, о его предстательстве за них в молитвах пред Господом. Да и те, кто знал его, не могли не написать о своем опыте общения с батюшкой при жизни или уже после его кончины, когда они приезжали в поселок Ракитное на его могилку, рассказывали ему о своих горестях и нуждах с верой в его заступничество за них, больных, одиноких, бесприютных, пред Господом. Все эти откровения, жизненные истории, обстоятельства, порой драматические, в которых старец упоминается как духовный пастырь, молитвенник, как целитель, являют собой яркую и убедительную картину христианской святости. Воспоминаниях, собранных в данной книге, приведены некоторые факты из жизни отца Серафима, фрагменты из бесед с его родственниками, о нем рассказывают его духовные чада и почитатели, близкие ему люди. Хотелось бы верить, отмечает автор, что скудость биографических сведений, свидетельств его внешней жизни, не охладит интересы читателей. Ведь при создании данной книги ставилась более важная задача раскрыть духовный образ старца. Это было бы на пользу тем, кто не сподобился непосредственного живого общения с ним. То, что здесь написано, войдет в сердце читателя и растворится в нем, ибо каждое слово дышит правдой и любовью к старцу. Дорогие друзья, ну а наша передача на этом сегодня подошла к концу. Как всегда, напоминаю вам, что новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. А я с вами прощаюсь. Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова